Здарова, ребята, этот видос называется ТОП-5 самых легких, но неэффективных путей к знакомству с девушками Каждый мужчина, как я считаю, опять же, я убежден в том, что каждый мужчина просто обязан менять ту ситуацию, которая ему дана изначально, как какие-то стартовые данные То есть, если что-то не так со здоровьем, значит, нужно заниматься тем, чтобы улучшить свое здоровье Если что-то не так с деньгами или финансовой ситуацией, значит, что-то делать с этим С местом, которое тебе не нравится, с окружением, с женщинами, в конце концов То есть, если что-то не так, мужчина просто физически, я считаю, обязан менять эту ситуацию В этом его миссия мужская – развиваться и менять мир вокруг себя через изменения самого себя Из этих слов, собственно говоря, я хотел начать этот видос Почему он так называется? Потому что я хотел бы напомнить вам о тех вещах То есть, о тех пяти путях, которые многие выбирают для того, чтобы найти себе женщину Раз уж этот канал официально как бы о женщинах, хотя мне давным-давно надоело уже вам об этом рассказывать Я давно эту тему перерос и сейчас активно пытаюсь что-то куда-то двигаться дальше Но так или иначе, если ты смотришь этот канал, изначально, значит, ты интересуешься темой общения с женщинами Так вот, если тебе хочется найти себе девушку для жизни, самую классную, достойную и так далее Есть топ-5 причин, топ-5 путей, которые максимально неэффективны для этого, но зато они очень легкие И, собственно, об этом я тебе решил напомнить в этом видосе А по поводу мужчины еще раз, он просто обязан встать на ступень выше в своем развитии Это, наверное, единственный смысл его существования С чего все началось? Мне тут недавно написал в WhatsApp один из моих потенциальных клиентов или тех, кто проходил у меня онлайн Да, один парень И он сказал, что вот, можешь что-то для моего брата посоветовать Брат не вылазит из интернета Он такой стеснительный, зажатый, то есть закомплексованный У него куча тараканов И он пытается знакомиться с девушками в интернете, но и это безуспешно То есть, и, собственно, это и натолкнуло меня на мысль снять этот видос Что такое искать девушек в интернете? Я так понимаю, что этот человек просто пытается поменять свою жизнь с одним из самых простых и легких способов То есть, это всего лишь поиск волшебной таблетки, поиск легких путей Все вы вместо того, чтобы развиваться, вместо того, чтобы принять к сведению то, что, блин, нужно тотально все менять Нужно преодолевать какие-то препятствия, работать над собой Это же тяжело, трудно, и это никому не хочется, да, это стрессово Это системно, то есть нужна система И вы, соответственно, выбираете какие-то легкие пути И вот этот вот вопрос по поводу, есть ли какой-то курс по знакомству в интернете Это как раз поиск легких путей Это та же самая херня, когда ты хочешь разбогатеть, хочешь стать финансово свободным И для этого покупаешь лотерейные билеты в надежде на то, что когда-нибудь тебе повезет и случится чудо Чувак, чудес не бывает или они бывают с теми людьми, которые к этому стремятся Так вот, суть такая, суть этого видео в следующем Вы лечите не то и не тем То есть вы пытаетесь раковую опухоль или, не знаю, воспаление легких помазать зеленкой или йодом И подумать, вот, ну, как бы, вроде внешне все нормально, помазал, значит, пройдет В то время, когда нужно кардинально принимать какие-то меры, скажем так, к лечению от этой проблемы Мы же все любим комфорт, да, мы все любим так, чтобы можно было желательно, не отрывая жопы от дивана, получить все, что ты хочешь Но такого в жизни не бывает, и многие из вас до сих пор об этом не поняли Итак, список самых неэффективных путей решения проблемы с женщинами То есть проблема отсутствия рядом классной, любимой, лучшей женщины Итак, первый путь Первый путь заключается в следующем Как это, причем, такой продвинутый путь Поиск самого простого, какого-то дешевого, беспонтового, не знаю Какого-то, скажем так, некомпетентного тренера в этом вопросе Некоторые все-таки прибегают к тренингам по этой тематике и ищут какого-то самого дешманского персонажа Думаю, что, как бы, какая разница А разница колоссальная, ребят Просто разница в том, что Я думаю, что чем меньше цена, тем меньше ответственность этого человека за результат, который он дает И, соответственно, тем меньше уровень его знаний Если человек сам себя оценил в 5000 рублей То, извините, тогда не спрашивайте, где результат Я не занимаюсь пранками Я не занимаюсь развлекательным контентом Если кто-то еще не понял, этот канал вообще не о развлечении То есть это канал о работе над собой И, соответственно, поэтому здесь, наверное, так мало подписчиков Вот И никогда не буду ничего иметь общего с этими дешевыми тренерами То есть, хотя я не назвал бы себя дорогим тренером Ну, то есть, я себя определенно ценю Я считаю, что мои навыки, они должны стоить определенных денег И поэтому Путь номер один Это поиск какого-то дешевого Не знаю, молодого, неопытного тренера То есть, понимаете Много ума не надо для того, чтобы хватать девок за жопу И, не знаю, там, заняться с ними сексом Другой вопрос Как ты себя позиционируешь Как ты потом в этих отношениях с женщиной будешь Как она будет относиться к тебе Это как эту девушку удержать И так далее Это уже намного более сложно Чем я отличаюсь от этих ребят? Скажем так Первая история Это Как бы индивидуальный подход То есть, я стараюсь людям Помимо базовых общих упражнений и заданий Обязательно дать какие-то индивидуальные персональные рекомендации Касаемые только его Второе Это, соответственно, следующее Что Мои задания очень часто не связаны напрямую с женщинами Потому что я считаю, что ваши проблемы с тем, что вы боитесь женщин Вы чувствуете там с ними дискомфорт и так далее Вы общаетесь с ними с позицией снизу Проблема в том, что это не причина Это следствие Следствие каких-то внутренних проблем, ограничений И самое главное, часто встречающиеся Это следствие недостаточной любви к самому себе И это выливается в проблемные отношения с девушками Плюс та модель отношений, которая была у твоих родителей То есть, если у тебя родители идеальные, здоровые В этом плане психологические Была чудная семья, где все-всех любили Там чмоки-чмоки и так далее Заботились друг о друге Где мужчина, папа был главным всегда Где мама занималась своими делами Папа своими делами То все круто Но чаще всего таких семей практически не бывает Чаще всего все бывает наоборот И третье Я пытаюсь все-таки минимизировать дискомфорт Особенно, если приходят взрослые дядьки Вот Кстати, по поводу взрослых дядек У меня к вам такой вопрос Соответственно Вот мне непонятно искренне что Что некоторые из вас реально Имеют собственное производство Каких-нибудь там, не знаю Кирпичей или досок там Или краски Привет, Антон Вот Заказывается Porsche Cayenne Там в какой-то максимальной комплектации За несколько За десяток миллионов рублей И при этом Вас вообще не смущает Что вы при всем при этом Лазите в интернете Например, где-то ищите На каких-то Баду Или Тиндерах себе Женщин или содержанок Вообще, ребята Вы ничего не перепутали Вы для этого Зарабатывали бабки Развивались Чтобы лазить по сайтам знакомств И, соответственно Следующий путь Неэффективный Путь номер два Это сайты знакомств То есть путь Как Легкий путь Как найти себе девушку Сайты знакомств Кстати, пока еще Не забыл Добавлю к предыдущему пункту О стоимости моих услуг Чтобы вы понимали Я нахожусь в Петербурге Уже больше полугода Я нахожусь здесь для чего Я учусь у Ирины Кравченко Я считаю, что это лучший психотерапевт Один из лучших психотерапевтов в России Соответственно Я решаю там какие-то свои тараканы Свои проблемы У меня огромнейшие сдвиги И все очень круто меняется В моей жизни Потому что самая главная причина Здесь в башке И второе Что я у нее учусь Это обучение обходится мне Почти в 60 тысяч рублей ежемесячно И меня нисколько это не обламывает Хотя, поверьте Это для меня тоже не самые маленькие деньги Потому что я хочу А. прокачать и убрать свои тараканы Прокачать свою личность самостоятельно Б. я хочу научиться этому И все, что я узнаю там Я внедряю в своих тренингах Поэтому еще раз Это давным-давно вышло За банальный съем телочек И как бы как кому-то присунуть Это неинтересно, банально и скучно Это можно сделать вот так Если это для вас недоступно, ребят Ну извините, это смешно И третье Я хотел бы этим всем делиться с вами Значит, смотрите Путь Неэффективный путь поиска женщин Номер два Сайты знакомств Так, путь следующий Что вы там хотите найти Как бы это, конечно, все круто Но вы уж понимаете, что На улице вы можете встретить девушку Вы можете увидеть ее Оценить ее Вы можете с ней сразу же переговорить Вы можете заинтересовать собой Очень много Большая разница в том, что в интернете Мало способов заинтересования собой Фотографии, да Там какие-то интрижки в общении И так далее Это же не вербалика Это посыл Это энергия, энергетика Которая либо чувствуется Либо нихера Либо вы сидите И тыкаете в клавиши Это просто несоизмеримо Это нельзя сравнивать Живое знакомство с девушкой Где угодно Хоть в клубе Хоть в магазине Хоть, не знаю, на АЗС И знакомство в сети То есть нахера вы вообще Им нужны такие Если вы даже не можете Подойти к понравившейся женщине На улице Вы что думаете Что женщины этого не понимают И не удивляйтесь тому Что вам на встречу Вам на свидание приходит Девушка, мягко говоря Отличающаяся от тех Которые, сука, были Там на фотографиях Я немного поправилась там И это немножечко Фотошоп и так далее Ребят Не надо говорить Почему такая негативная Стремная выборка На всяких там Тиндерах, Баду И где-то еще Востребованные девушки Включите голову Им незачем там сидеть Они и так ходят по улице К ним подходят Там нормальные Классные парни Что-то там Пытаются с ними Завязать какие-то отношения И так далее Поэтому И ежу понятно Что сайты знакомств Это в основном Скажем так Пул Невостребованных женщин Собравшихся в одном месте Причем Они могут быть даже Внешне красивыми Но если у женщины Есть какие-то тараканы В башке Неправильные отношения К жизни К себе В первую очередь К миру К мужчинам То Зачем вам такая женщина Будет она красивая А толку Что ты будешь с ней делать Следующее Да Следующий путь Третий путь Как Неэффективно Но быстро И легко Как вам кажется Найти себе женщину Взять 2-3 упражнения Задания Занятия Сделать их И так далее Те кто практикует Самостоятельно Задания Которые Можно раздобыть Где-то в интернете Или где-то еще То есть По моим тренингам Или по тренингам Моих каких-то коллег Там и конкурентов И так далее Они делают Следующие ошибки Для многих Это настолько стрессово И некомфортно Что они воспринимают Весь этот путь Либо так Что они делают Какое-то одно задание Думают Сейчас я сделаю Самую легкую базовую херню И будет мне счастье Что все это выстрелит И сработает И второе Они воспринимают Это как пытку И они думают Когда же это Сука закончится Вот прям Вот они ждут Когда это закончится А прикол в том Что если ты будешь Воспринимать Процесс Скажем так Обучение себя Эффективному общению С женщинами Как пытку Как какой-то Тяжелый путь Который надо Быстрее-быстрее-быстрее Пройти Ничего хорошего Не будет из этого Потому что Нужно сделать из этого Привычное Комфортное состояние Привычное занятие То есть Когда ты идешь На работу Увидел красивую девушку Подошел Познакомился Не знаю Пригласил на свидание Занялся сексом Перевез ее к себе Не знаю Стали жить Поживать Добра наживать Родили детей Умерли в один день Ну надеюсь Что не от электрички Какой-нибудь Переехавшей Лет через 80 Вот И собственно А люди воспринимают Неправильно Они считают Что вот сейчас 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 Нужно воспринять Это как все Теперь Я раз и навсегда Выбрал Это мой выбор Сука Выбрал Что я буду комфортно И легко Общаться с девушками А не так Что я сейчас Помучаюсь Поделаю какие-то Упражнения Поподхожу Найду какую-то там Первую попавшуюся Согласившуюся На меня И выдохну Все И больше не буду Этой херней заниматься Это вот как раз Про так называемых Влюбчивых парней У меня Много таких приходит Когда говорят Я очень влюбчивый Мне страшно Мне некомфортно Знакомиться И искать себе женщину Как только я нахожу И какая-то на меня ведется Я в нее влюбляюсь Хотя на самом деле Потом понимаю Что это было не то И вся эта Так называемая Влюбчивость Это не что иное Как просто О Наконец-то Это конец Моим мужчинам На меня повелась Какая-то мадам Все Это не влюбчивость Ребята Это неправильное Отношение к процессу Некоторые пишут Где-то в ВКонтакте Или в Инстаграме А что написать Девушке Или там А что сказать Если что-то еще Я еще раз Для таких умников Хочу сказать А я не отвечаю На вопросы В этих соцсетях Только на какие-то Нормальные Адекватные Причем Самый прикол Что Я так понимаю У людей вообще Какие-то проблемы С воспитанием С социальным интеллектом Когда они пишут Там Эй, алло Тут такой вопрос Слышь, подскажи И так далее Сейчас я все брошу И буду подсказывать То есть Если человек пишет Там Владимир, пожалуйста Помогите У меня такая ситуация Там От меня ушла жена Там Не знаю Что делать Забрала детей Или я не могу Без какой-то девушки жить То конечно да То есть Но Отвечать на вопросы Из серии Что написать Девушке в Инстаграме Чтобы она пришла на встречу Это полный бред Тем более Во-первых Потому что Я не вижу в этом смысла Во-вторых Потому что Этот вопрос Нужно решать системно А ваш путь Который вы выбираете Это третий путь Это Подстелить себе соломки Зачем мне Полностью комплексно Этим заниматься Когда я могу Просто узнать У Шамшорина Или там У какого-нибудь Другого чувака Что мне написать Ну напишешь ты Дальше что Когда она придет На свидание Или как ты будешь Строить с ней отношения Если ты все время Находишься в позиции Боязни потерять эту девушку В позиции нуждаемости В позиции снизу Что ты с ней будешь делать Надолго ли хватит Ваших там Прости господи Отношений Так что ребята Вам придется Если вы хотите Научиться Эффективно Общаться с женщинами И вообще В принципе Общаться Убрать свои тараканы Комплексы И так далее Расширить свои рамки Границы Продвинуться по бизнесу Благодаря этому И в жизни Вам придется С головой Сука Окунуться в это дерьмо В этот процесс И придется Да Кто-то говорит Я не хочу там бегать Что ты еще не хочешь Не бегай чувак И те кто говорит Что можно все это сделать Без беготни Без многочисленной практики Как бы Пусть даже сжатой В какой-то короткий промежуток Времени Но интенсивной Можете идти к этим чувакам Как бы Это тот же самый повод Поискать себе путь попроще Потому что Ну не получится По-другому Как бы Это проверено на мне И на большом количестве Моих учеников Кстати Да Здесь нужно быть Очень настойчивым В достижении Этой цели То есть Нужно Не съезжать Если уж ты Решился Сделать для себя Выбор Что теперь Я буду Заниматься Решением вопроса Комфортного Ощущения себя Рядом с женщинами Я не буду съезжать Я буду настойчив По поводу настойчивости 20 число 20 ноября Соответственно Вечером В 8.00 Я проведу Вебинар Который Будет посвящен Теме Мужской настойчивости Обработки Женских возражений Проверок Утилизации Женских Возражений То есть Мужская настойчивость Женские возражения На всех стадиях От знакомства До вызвания До свидания До секса И так далее Очень полезный Контентный будет Вебинар Записаться на него Он стоит Небольшую символическую денежку Записаться на него Ты можешь По ссылке Под этим видео И конечно же С 6 по 9 декабря Я лично И мои тренеры Мы будем помогать тебе Решать твои вопросы С женщинами Раз и навсегда Просто Если тебе надоело Смотреть на мою Телевизионную Интернетную рожу И в принципе Ничего с этим не делать Как бы Несмотря на то Что я даю тебе И все эти годы Давал тебе Много контентной информации Полезной по поводу Что нужно сделать Чтобы все-таки Эту проблему решить Приезжай Один раз Приезжаешь Тратишь на это 4 дня времени С 6 по 9 декабря Все Уезжаешь Абсолютно Другим человеком Ссылка Также для записи Под видео Новогодний интенсив Практика В Москве Последний тренинг В этом году Под этим видео Записывайся Места пока еще есть Ждем только тебя И не важно Что ты из другого города У нас люди приезжают Вон с Благовещенск Всяких учиться Итак Все ссылки под видосом Четвертый путь Многие выбирают Работать только через внешнее То есть Путь найти себе Женщину Легкий И неэффективный Как я считаю Через внешнее То есть Есть парни Которые начинают Просто Вдаваться в качалку Я конечно зажирел И я над этим Сейчас как-то Медленно и мало Но работаю И начну работать Интенсивнее Перед отпуском Уж точно Блин Хотя это конечно Стремная философия Нужно все время Поддерживать себя в форме Но что-то я скотинился Но я ничего не имею Против спорта Качалки и так далее Я сам сейчас стараюсь Хоть как-то Блин Выдергивать время И ходить Но те ребята Которые наивно полагают Что Только лишь Накачав свое тело Сделав себя там Красивым Подкачанным И так далее Вы сможете решить Эти проблемы Вы сможете найти себе Женщину И перестать их бояться Ребят Ну наверное Вы уже успели убедиться Что это ни хера не работает И второй момент в том Что Вы наверняка видели Доказательства обратного Что Много раз видели Красивых девушек С какими-то дрищами Подснежниками Думали Что ж такое Почему она с ним А не со мной И это ребята Правда жизни Это факт Поэтому решать Это через качалку Через внешние Нельзя убрать Внутренние страхи Можно только Чуть-чуть Поспособствовать Потому что Соответственно Если ваши Какие-то Убеждения Которые идут Из вашей семьи Из вашего детства Ваши страхи Ваши какие-то Опасения Рамки Ограничения Ваша самооценка Сидит Глубоко В подсознательном Вашем В бессознательном Как вы можете Убрать это Через внешние Это не работает Поэтому Надеяться только На качалку Что-то еще Это полнейший бред И я думаю Что вы понимаете О чем я говорю Пятый способ Пятый путь Соответственно И те кстати Кто ходит в качалку И говорит Я хожу для себя Бла-бла-бла По-любасу Этого процесса Есть Ну если вы просто Занимаетесь телом Без фанатизма Да вы подтянуты Классно выглядите Нормально Но если вы Перекаченный Там не знаю Как вот эти вот Фитнес тренеры Некоторые У которых там Просто фигура Как у черепашки Ниндзя Это только лишь Говорит о том Что человек Не принимает себя Где-то внутренне Ему кажется Все мало 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 Здесь есть Скрытая причина И в качалку Он пошел Для того Чтобы побороть Свои страхи Стать увереннее Нравиться женщинам То есть Все это Неправильно Потому что Он не там ищет Причина в другом Она внутри башки И это надо убирать Специальными Определенными Методами и упражнениями Пятый путь Тоже внешний Недавно Юра проводил Собеседование С одним из Товарищей Он говорит А я вот решил Нанять себе стилиста Ладно Я типа тут Самостоятельно справлюсь Я понял Что проблема в чем Что мне нужен стилист То есть Этот человек Наивно полагал Что Купив себе Там какой-нибудь Пиджак Гуччи Обтягивающий штанишки Который ему подберет стилист Все девушки В округе Просто будут Кидаться на него И бросаться Это ни хера Не спасет ситуацию Конечно же Нужно быть прокачанным Во всех отношениях И внешка И внутреннее И тело И здоровье И одежда Естественно И стиль Но ребята Если вы выбираете Только это Без какой-то Внутренней поддержки Без закрепления Внутри головы Без фундамента В виде вашей головы Ни хрена Ничего не сработает По этой же Простой логике Можно просто Взять собачью какашку Обернуть ее В обертку Из-под сникерса Там не знаю Обсыпать блесками И вы что думаете Что после этого Все захотят ее съесть что ли Не ребят Вообще не так Поэтому нужно работать Внутренне над собой Это большая работа Собственно мораль Видоса была такая Почему я вообще Решил его снять То что Я постоянно вижу Как люди ищут Сука Более легкий Какой-то путь Где можно Не поцарапать коленочки Где можно Пролезть как-то Не травмировавшись Максимально легко И так далее Ну не бывает такого Если вы ищете Легкий путь В чем-либо В спорте В бизнесе Где угодно Как бы Это нормальное Конечно Человеческое желание Да То есть минимизировать Дискомфорт Но я еще не знал Таких людей Которые Абсолютно легко Играючи В своей жизни Добивались успеха В тех или иных Каких-то сферах Но не бывает Легких путей Если вы Хотите и любите Комфорт И не любите Отрывать свою жопу И не любите Комплексный подход И вы все время Срываетесь И вас не хватает На этот комплексный подход Тогда не спрашивайте Себя Где ваши деньги Где ваша любимая Женщина Где счастливые лица Ваших родителей Где ваши там Красивые Довольные собой Ощущения От своего тела Где У меня сейчас Пузо выросло Блядь И это конечно Печально Но Я понимаю Что мне не хватает Силы воли Блядь Ну просто Я выбрал сейчас Что-то другое У меня сейчас Другой приоритет Сейчас у меня Приоритет Мои новые проекты По бизнесу Вот И соответственно Вопрос выбора Если у вас сейчас Чего-то нет Того что вы хотите В частности Женщины Любимые Рядом Классные Красивые То я могу сказать Что только вы Выбрали Ту ситуацию В которой у вас Нет этой женщины И так еще раз Ребята 20 числа Вечером Во вторник Вебинар То есть онлайн Семинар Для тех кто не знает На тему Мужской настойчивости И женских Возражений Обработка Женских проверок Возражений Все там Расскажу Как с этим быть На всех стадиях При знакомстве При вызвании На свидание Перед сексом Непосредственно В отношениях Как женщина Может вас проверять Что она может С вами делать И Что с этим делать Собственно говоря Ссылка под видео И 6 по 9 декабря Тренинг Практика Когда вы приходите И мы разом решаем Весь этот комплекс Проблем Которые связаны С женщиной У вас Его не останется Через 4 дня Я лично буду ходить Вместе с вами Брать вас за руку Буквально В прямом смысле слова И делать с вами Эти задания Так что ребят Не откладывайте Свою жизнь В какой то момент Вы поймете Что уже поздно И И вам захочется Сказать Слушайте А можно еще раз А еще раз Будет нельзя Ребята Все Это был Шамшурин Все ссылки под видео Увидимся дальше Пока Субтитры сделал DimaTorzok